привет уже не доктор на связи и как мне показалось вчерашнее мое видео вызвало некоторое недоразумение между мной и некоторыми подписчиками мне такое у меня такое ощущение складывается что люди не вообще ничего не понимают о том из того что я освещаю своих видео и делают суждение исключительно из заголовков ребята прежде чем вот именно те кто там переобуваешься не переобуваешься вот кто из вас пишет такие вещи ребят вы видео сначала смотрите а потом уже комментируйте заголовок в принципе не клик бейтный вчера был я действительно начинаю потихоньку покупать bitcoin но я понимаю откуда негатив наверное негатив появился с того места где вот очень интересная такая вот вещь происходит когда bitcoin был 62 тысячи 61 с половиной тысячи долларов и я сказал что очень страшная картина рисуется на графике и может быть мы будем очень глубоко лететь я получил очень много негатива наверное от той группы людей которые именно тот самый момент только купила bitcoin уже ниже его купили значит он должен расти а может быть у него покупали еще дороже там по 65 тысяч долларов и вот они получаются негативили в тот момент тогда было достаточно много негатива сейчас bitcoin упал и все это время я говорил что вот скорее всего будет дальше продолжать коррекция двигаться и вот в особенности если мы преодолеем 20 недельная скользящая средняя и вот сейчас они наконец-то продали этот биткоин себе убыток и тут хренак и выходит видео где я говорю что ребят потихонечку покупать я понимаю этот самый негатив но ребят на самом деле я считаю что коррекция это вполне не закончилась то есть но есть уже такая вероятность того что закончилась но они большая именно поэтому я советую покупать на небольшие суммы а 35 процентов от тех долларов которые мы с вами смогли получить за счет продажи биткоина намного раньше вот и если у вас уже есть доллары на руках то тогда вот по этой схеме который я писал во вчерашнем видео я считаю что нужно покупать биткоин но это так про крайней мере делаю я ваши деньги собственно ваша ответственность вот те из вас у кого уже есть на руках bitcoin ну я бы на вашем месте не дергался бы уже потому что я считаю что этот бычий цикл еще не закончился и я в этом вопросе никогда не перебывался хотя перебывание на рынке и в инвестициях это очень даже неплохой скилл потому что рынок все время меняется и он порой может подать какую-то новую информацию которая может изменить в корне точку зрения и вообще отношения к рынку этому вот давайте мы с вами в очередной раз посмотрим в этом видео уровне которые могут остановить или приостановить падение биткоина ну вернемся к позавчерашнему видео и сделаем еще большой акцент на уровнях коррекции по фибоначчи позавчера или там когда когда еще был в стамбуле я говорил о том что ребята вот у нас есть излюбленная инструмент приверженцев волновой теорию эллиота ну и в принципе я еще пока что не волновик на я изучаю эту теорию но этот инструмент мне очень нравится потому что в принципе он сходится с теми положениями которые присущи в классическом техническом анализе который создавал еще чарльз доу до 1 1 проходчик 1 проходится в этой отрасли и вот тут как бы есть ключевые уровни и давайте мы посмотрим да если мы будем брать за начало движения вот эту вот волну на которой вот у нас была с начиналась она с 26 января и закончилась и пик был 14 апреля да то есть но это даже не волна такого движения крупная и в составе которого другие волны были но вот если мы берем вот это вот движение этот отрезочек то мы видим что наиболее популярный отрезок он уже был преодолен до 50 процентов это 47 тысяч долларов мы видим что как раз на этом уровне уровне цены задержались здесь и здесь кстати он тоже себя отработал и прежде чем пойти ниже ценник обратно пошел вверх и только после второй попытки пробить этот уровень он был пробит пожалуйста есть такое дело следующий уровень очень важный самый важный и это последний уровень который считается что если вот он достигается даже если цены поду дальше вверх то как бы все это норм это нормальное движение поэтому если смотреть на точку зрения именно вот без всяких графических анализов только посмотреть исключительно на эти постулаты согласно уровнем коррекции то мы с вами до сих пор находимся в восходящей тенденции и говорить о смене тенденции согласно вот этому инструменту можно только после пробития отрезка 61,8 и 65 процентов то есть целый диапазон его по-другому называют золотой карман он как видите прямо сейчас тормозит падение цен и он совпадает с максимумом который предшествовал образованию этой волны то есть что мы если вот так вот глобально посмотреть и избавиться от всех вот этих вот волн вот этих которые здесь присутствовали в последние несколько месяцев то если мы возьмем вот это все за одно движение за одну волну то мы получаем стабильный классический вариант роста то есть рост образование пика коррекция там здесь я думаю что тоже порядка 38 или 50 процентов было на упал мерили на можем сейчас кстати ради интереса еще раз померить чтобы убедиться так это или нет вот рост коррекция до предыдущего пика вот пожалуйста и отсюда если начнется рост то это будет вполне себе нормальная картина именно поэтому именно поэтому я вчера уже начал горишь и ребята возможно мы вот от этого уровня от этого диапазона который вот мы с вами еще вот здесь отмечали где он был на вот диапазон там от 42 от 40 от 41 тысячи до 42 тысяч даже 40 можно захватить и мы от этого диапазона можем оттолкнуться есть очень много вероятности того что мы его как минимум хотя бы с первого раза не пробьем вот поэтому около этого уровня можно потихонечку заходить почему потихонечку потому что все таки у нас с вами есть еще графический анализ нашем арсенале как мы вчера с вами смотрели здесь множество паттернов если нисходящий клин до который все-таки и бычий паттерна тем не менее тоже был сейчас пробит сторону снижения здесь у нас и голова плечи и у них вместе с этим клином одинаковые цели это 30000 долларов кроме того здесь у нас еще и расширяющаяся формация вот она у нее цели правда несколько поменьше это 36 тысяч долларов и давайте вернемся к уровням коррекции по фибоначчи день у нас были и что тут у нас ой есть у нас уровень семьдесят восемь целых и шесть десятых процентов где он а я на 36 тысячах долларов неужели это какое-то совпадение да ребята это совпадение но когда они случаются это усиливает эти уровни это усиливает эти места поэтому 36 и потому я и говорю что ребят на 36 тысячах долларов если центра дойдут то уже можно было бы закупиться на 25-30 процентов сразу махом на даже поставить сейчас уже ордер там чтобы не не закупаться когда цену достигнут пока вы будете спать а потом оттолкнуться а сразу поставить до ордер и что у нас единичка правильно начало прошлого движения это 30 тысяч долларов и красная зона то что уже ниже единички это уже прям ну определенно точно начало нисходящей тенденции то есть если цены пойдут ниже 30 тысяч долларов то это все уже то есть это уже будет понять понимание того что этот бычий цикл на сто процентов закончился хотя это запоздало и я согласен с вами вы скажете нихера себе типа 65 тысяч до 30 нужно ждать такой диапазон до терять больше 50 процентов стоимости биткоина чтобы сказать что это нисходящая тенденция поздновато и правда ли правда поэтому у нас есть другие инструменты на которые мы ориентируемся это 20 недельная скользящая средняя второстепенным моментом является 21 недельная экспоненциальная скользящая средняя которых мы с вами с вами разговаривали в прошлом видео я бы не хотел затягивать этот видос и еще раз вспоминать все это дело поэтому вот от такого сильного уровня золотого кармана от уровня 40 тысяч долларов я думаю что ребята мы с вами можем сейчас оттолкнуться хотя бы как-то не не на не очень надолго включим с вами мы простые скользящие средние посмотрим где у нас находится вот 20 недельная скользящая средняя он находится на уровне 49 тысяч долларов в принципе у нас мы с вами прошлое видео смотрели цены закрытия прошлой недели были выше 21 недельного экспоненциального скользящего среднего что тоже впринь очень важно поэтому даже если графический анализ отмести то есть вероятность она небольшая но она есть что цены вернуться тестировать 20 недельная скользящая средняя а это уровень 49 50 тысяч долларов на текущий момент вот но не нужно прям сломя голову и кричать что вот если вот мы еще 43 тысяч до 49 до 50 тысяч поднимемся и все надо заходить на всю котлету нет ребята надо сначала 20 недельная пробить вот тогда можно было бы уже заходить с подтверждениями само собой тогда можно было бы более смело говорить о том что будет восходящий тренд продолжится а вообще я считаю что слишком уж мы быстро росли смотрите вот как мы отошли 20 недельный скользящий средний и мы последний раз касались вот но если не брать последний момент до когда мы пробили а последний раз касание было в сентябре прошлого года это никуда не годится такой рост он очень быстрый это неестественно да то слишком большой ажиотаж конечно нужен перерыв конечно нужно консолидация конечно нужно поменять руки потому что одни руки уже заработали на биткоине другие его купили на хаях и нам нужен нужен какой-то консенсус между покупателями и продавцами но цены его определенно точно найдут и после того как найдут ценник снова пойдет вверх да сейчас вот илона илона маска гонишь он такой вот козел вот негодяй а я не считаю что он козел и негодяй я считаю что он во первых дал очень многим людям заработать это раз и он выступил тем триггером который помог биткоину вот так вот неестественно расти вот так вот понимаете вот этот вот скачок с январский это не нормальный скачок то здесь мы должны были коснуться вот здесь у 20 недельного стоящего среднего благодаря илону маску мы получили эту волну а шо ж он как бы как говорится илон маск дал илон маск взял он помог людям заработать денег денег с доги коином с биткоином ну он же не втихую слил свой биток он же всем сообщил и как бы пускай причины по которым он его слил надуманы но тем не менее он не сделал это втихую до дампе сейчас рынок но нормально вы таких илонов масков их всегда было много и они еще будут ну может быть таких как илон маск наверно не очень много но вот что-то похожее всегда присутствует да какие-то манипуляции к ним нужно всегда быть готовым и графический анализ и технический анализ и компьютерный тех анализ в этом нам помогает вот я не говорю что от фундаменталов нужно полностью избавляться но он уже вот есть на графике он уже здесь отображен в сценах вот поэтому тех анализ на мой взгляд он номер один да он дает больше всего информации здесь и сейчас а фундаментал настолько обширен что ты порой даже не знаешь за что тебе уцепиться за что тебе хвататься то есть один человек в современном мире современном потоке информации но просто не в состоянии хватить столько поэтому но графический анализ это то что способен переварить наш мозг ну может быть нейроинтерфейс и волна маска который он разрабатывает поможет нам в будущем обрабатывать фундаментальный анализ ну уж надо тогда немножечко подождать и наверное не один десяток лет ну это иван маск будет через него манипулировать нашим сознанием то еще какая-то теория заговоров начнется если вы приверженец теория в теории заговоров как и я шучу в кавычках но все равно кем бы вы ни были ставьте лайк вот подписывайтесь на канал и жмите на колокол чтобы не пропускать новые видосы но мы еще не заканчиваем просто я все время забываем об этом напомните некоторые из вас забывают ну случайно совершенно а ведь канал то мой достоин того чтобы вы на него подписались это определенно точно я даже не буду задавать вам вопрос это точно знаю в этом веке это сейчас это сделайте вот и еще в телегу мою подпишитесь на мой телеграм-канальчик пожалуйста в описании будет ссылочка на него он вот так вот и называется уже не доктор вот гляньте-ка какой канал посмотрите какой хороший канал а чуть не забыл ребятушки у меня же конкурс прекрасный по биткоину есть в описании вы найдете ссылочку на мой инстаграм аккаунт где я сегодня провожу конкурс и вот вы сейчас видите условия его на экране нужно вам на мой инстаграм аккаунт подписаться где тоже по заработку по инвестициям по крипте иногда высказывать свои мысли плюс я показываю как живет крипто энтузиаст современный как я живу если вам интересно обо всем об этом в моей инсте поэтому вот сейчас подписывайтесь на мой инстаграм переходите по ссылочке нас на указанный пост здесь вам нужно будет поставить лайк подписаться на мой канал и написать в комментах до полуночи завтрашнего дня какой цена будет в 12 часов дня 20 мая цена биткоина то есть 19 19 мая в полночь я закрою там комментарии 20 числа я рандомно выберу 10 уникальных человек так комментариев под этим постом из этих десяти я выберу 3 человек который будет максимально близки к цене которая реально будет 20 числа в 12 часов дня и подарю им 100 долларов то есть они честно выиграют эти деньги таких вот конкурсов кстати будет очень много в моем инстаграм аккаунте в ближайшие несколько месяцев то есть я разыграю там ну очень много денег поэтому советую прямо уже сейчас подписаться за что потом этого не делать тем более это полезно в конце концов чем больше мы с вами тем меньше между информационного информационной дистанции между нами то тем вы богаче потому что время деньги и скорость поступления информации важно в общем вы и без меня это знаете так и давайте как-то наверное подытожим все о чем вам говорю по сути сегодняшнее видео это продолжение вчерашнего видео а это именно я еще раз повторю ребята я считаю что коррекция не закончилась да то есть возможно мы сейчас обратно вернемся к полтиннику и только после этого уже со второго раза будем пробивать этот золотой карман уровень 40 тысяч долларов 41 42 тысяч долларов и после этого пойдем на 36 и на 30 тысяч долларов и вот на тридцатки я бы закупал по полной программе почему потому что именно этот уровень очень близок между границей вот по всем параметрам уже вообще по всем которые только могут быть между определением восходящий и нисходящий тренд соответственно если цены пересекут тридцатку то мы с вами тут же продаем биткоин и ничего особо не потеряем именно поэтому я с точки зрения безопасности говорю ребята сейчас потихонечку закупаем потому что есть шансы все-таки что сейчас пойдет прострел потому что вот именно сейчас эта точка эта классическая точка откуда при нормальной тенденции восходящий должен пойти рост вот но есть сомнения поуду с графический анализ за там голова плеч вот эти все фигуры за сенедельность конечно средние и так далее да как индикаторы тренды они нам мешают синего кружочка еще не появилась на индикаторе ошибок который вот много людей вопросы поэтому сейчас потихонечку закупаем чтобы не так обидно было если что и по стратегии усреднения закупаем соответственно на уровнях 36 тысяч долларов процентов 25-30 и на тридцатке все вообще всего что будет у вас и независимо от цены покупаем на 35 процентов в неделю вот сейчас по этим ценам вот об который ближе к 40 тысячам долларов все вообще ничего нет такого хитрого от альтов я считаю что нужно избавляться вот по поводу альтов вот мы трем все уровня 40 процентов может быть еще альты будут стрелять но лично для меня это очень опасная красная зона и вообще про альты я говорю в прошлом видео поэтому пожалуйста вот сразу после этого видео прямо смотрите прошлое видео хотя нет сначала в конкурсе инстаграма потом прошлое видео и прикиньте даже ни одной рекламы не будет в этом видосе не дейзи не тарекса представляете вот так лайк ну а я свою очередь вам друзья желаю чего правильно вот такого вот жирного профита на этом все увидимся с вами завтра пока а а